Попасть в советское кино, узнать, как жили деды и прадеды в СССР, а может побывать на поле боя Великой Отечественной войны. Обо всем этом может поведать музей, который официально носит скромное имя. Музей истории школы. Но на деле здесь богато представлена была эпоха. Его создатель, учитель истории Юрий Глик, был беззаветно предан своему детищу. А теперь его дело столь же преданно продолжает другой педагог Олег Рыжиков. Гораздо интереснее посмотреть подлинник, нежели в интернете или в кинофильмах. Как мне многие говорят, что приходят в школу и как будто в машину времени перенесли в советский период. Особенно старшее поколение ностальгически это все вспоминает. На таких счетах мы считали, на таких пластинки мы слушали. Вот и сразу не смотрю, у них там появляются слезы иногда. На советский период выпала Великая война. Об этом времени особенно много экспонатов. Но есть и предметы быта товарищей, их труда и одежда того времени. Костюмчики, кстати, можно примерить. На мне надета форма Великой Отечественной войны. Она настоящая. Ну, за исключением наград. Они просто чисто символические. На мне винтовка Великой Отечественной войны. Она настоящая, но она не заряжена. То есть все просто как декор. Часть музейных экспонатов нашли поисковые отряды. А есть и предметы, которые подарили фронтовики и другие люди. Сохранить историю того времени помогают и 60 волонтеров. Дети с 5 по 11 класс. Все они в поисках новых экспонатов. А кто-то уже пробует себя в роли экскурсоводов. Говорят, это и в учебе помогает. Это интересно достаточно. Тем более я могу развить свою речь. Могу подробнее описывать разные предметы. Я считаю, что нужно помнить нашу историю. Что все должны это знать. И стараюсь это прививать остальным, показывая хороший пример. Торжества по случаю юбилея музея из-за эпидобстановки не будет. Но его руководитель и его юные воспитанники уверены, что примут не один десяток поздравлений от своих коллег и от неравнодушных к истории горожан. Общение по телефону и видеосвязи пока, к счастью, никто не ограничивает. Анастасия Болотина, Александр Антропов. День с толком.